Здравствуйте, дорогие друзья, посетители моего сайта, подписчики канала. Сегодня мы с вами поговорим о ленточных шлифовальных машинах. О том, на что следует обращать внимание при выборе, на какие дополнительные опции, функции. Первое. Все ленточные шлифовальные машины классифицируются по размере ленты. Основных у нас размера три. Это 457 маленькая лента, 533 и 610 большая лента для больших мощных машин. Второе. Конечно же, мощностью. Чем у нас меньше ленточка, тем мощность будет меньше. Чем выше, соответственно, и мощность будет выше. Идя в магазин, вы, прежде всего, конечно же, должны определиться, мощная большая машина вам нужна или по менее мощности. Потому что, какие вы задачи вообще хотите выполнять. Если вы что-то по мелочи шлифуете небольшое, вам большая машина не нужна. Ее таскать, она тяжелая, во-первых. Вот это не всегда очень, так сказать, удобно. И если, как, конечно, наоборот, вы что-то большое, полы, к примеру, шлифуете, то нужна, наоборот, более мощная машина с большой широкой лентой. Вот. Мы будем рассматривать на примере вот такой вот машинки. Это у нас идет 533 ленточка, то есть средняя. Вот. Я не случайно ее взял. Здесь очень, так сказать, полный комплект всех, можно сказать, функций. И вот сейчас мы на ней рассмотрим. Первое. Конечно же, вы пришли, смотрите на мощность. Потому что, чем меньше, как я уже говорил, ленточка, мощность меньше. Совсем слабые машины, к примеру, там 500-600 Вт, это не всегда хорошо. Мне такие машинки не нравятся, к примеру. Вот. Если у вас идет 457 лента, то мощность вашей машины должна быть не меньше 800 Вт. Если средняя, вот как здесь, вот 533, то 900, 1000, 1100, это будет приемлемо, нормально. Если у вас 610 ленточка, то есть самая большая, мы уже рассматриваем машины от киловатта и выше. Желательно, чтобы полтора даже было киловатта. Вот. Что еще? Регулировка скорости вращения ленты. Это не во всех машинах бывает, но желательно, чтобы было. Потому что по разным материалам используются разные скорости, скажем. Нельзя. Некоторые материалы слишком быстро, они нагреваются, и будет не совсем то, что вы ожидаете. Дальше. Желательно, чтобы у машинки, как вот в данном случае, ну, во-первых, ручка была, чтобы была возможность поменять вам выше-ниже, и чтобы был вот такой вот острый нос. Это у нас дополнительная, скажем, такая функция, потому что не во всех машинках такое встречается. Вот. Чем она удобна? Куда-то подлезть не всегда возможно вот с таким вот широким носом, и получается, что ничего у вас и не получится. Вот. А такой узкий носик у нас расширяет спектр применения такой машинки. Соответственно, на это следует обратить внимание. К тому же, чтобы у нас у машинки была возможность переворота, потому что дома, когда вы в частном секторе, к примеру, что-то делаете, бывает, надо что-то маленькое зашлифовать. И когда у вас машина здоровая и не переворачивается, к примеру, тут по конструкции ручка какая-то вот сюда торчит, она у вас не встает в перевернутом состоянии. Соответственно, вы ее не можете вот так вот поставить и работать по ней. А если даже можете, но, к примеру, в комплекте идут вот такие скобы, то вам ее нечем закрепить. Она у вас будет вот так вот болтаться. Вот. Желательно, если вы по мелочи что-то делаете, сразу рассматривайте, чтобы потом не ходить, не искать, чтобы в комплекте были вот такие скобы. Они нам позволяют краю стола или верстака прижать машину и работать уже непосредственно по ней. Даже можно точить ножи, топоры, как многие люди делают. Вот. Теперь давайте рассмотрим, как поменять нам ленточку. Вот. У всех машин вот такой вот рычаг есть. Мы его на себя тянем, ну там или вбок куда-то. Рычаг он заметен. Там нет такого, чтобы его не увидели. И у нас ослабляется ленточка, мы ее снимаем. Вот. Теперь по поводу ленты. Чем мельче сама лента, соответственно, шлифует она чище. Чем крупнее, тем шлифует быстрее, но шлифует грубо. После нее обязательно надо будет шлифовать мелкой. Как бы вы уже должны для себя понять, что вы ожидаете, чего вы хотите, и, соответственно, покупать ленту более крупную или более мелкую. С лентой разобрались, купили ленту. Теперь как же ее поставить? Нельзя ставить ленту бездомно. Так, так. У всех машин есть стрелочка, указывающая направление вращения ленты. И на ленте на самой у нас также есть стрелочка, которая показывает нам направление вращения ленты. И, соответственно, как она у нас указана, стрелочка, мы их совмещаем и ставим, соответственно, вот так. Вот. Дальше рычаг отпускаем на место. Лента у нас натягивается сама. И теперь ее надо отрегулировать. Мы ее включаем в сеть, нажимаем кнопочку. Лента начинает у нас вращаться. И вот у всех машин есть такой вот специальный винт регулировки. Мы его крутим в зависимости от того, куда уходит лента, и выравниваем. Вот ленточка выравнилась, начала ходить ровно. И начинаем мы уже работать. Желательно также смотреть, чтобы вот здесь было все металлическое. Здесь вот специально приклеенная пластиковая такая подушечка. Но она, я уверен, отрегулировки со временем сотрется. Но желательно, чтобы здесь был металл за ней. Если будет пластик, он, соответственно, дальше будет тереть, 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 тереть. И это тоже не очень хорошо. К тому же, при выборе машинки, обратите внимание на такие как бы мелочи, но в дальнейшем, которые очень вам, возможно, пригодятся. Чтобы был быстрый доступ к смене щеток. Потому что лентами и машинами работают достаточно долгое продолжительное время. Шлифуют. И щетки, соответственно, будут стираться. Желательно, чтобы они шли в комплекте. И быстрый был доступ. К тому же, наличие такой платформы тоже будет очень полезно. Поставили ее и шлифуйте все в одной, так сказать, в одну плоскость. Чтобы был второй ребешок, тоже желательно. Вот, в комплекте. И про струбцину я уже вам сказал. Пылесборник. Он, как бы, сейчас уже у всех снимает часть пыли. Сюда в пылесборничек. И, соответственно, не так пылит. Вот. Такие вот основные моменты. Итак, главное, определяйтесь, какая вам нужна ленточка. Более слабая машинка. И, соответственно, меньше лента. Либо же помощнее больше. И смотрите на мощность. Это самые вообще важные характеристики в ленточной машине. Мощность и лента. Вот. Не забывайте, какая у вас лента. Когда идете вы покупать ленточки в магазине, продавец вас спрашивает. Вы должны эту характеристику знать. Продавец не может знать, какая у вас из этих лент. Вот. Мощность и лента. Это основное. А все вот это, это уже как бы дополнительные такие моменты, которые, так сказать, облегчают работу. Ставьте лайки, заходите на мой сайт. Всем удачи. Пока.